Но тот вот этот накал, тот пик, та наглость, которая сегодня это делается, это что-то невиданное. Они сейчас видят вас, вооруженных, приходящих в дома и ищущих мужчин. Они этого никогда не забудут. Точно так же, как мы никогда не забудем этих российских федералов, их зачистки, их вонь, их грязные чумазые рожи. Точно так же, и те, кому вы сегодня заходите и забираете их сыновей, их мужей, братьев, забираете, отправляете их воевать в Украину, и многие из них там погибают. Вот те дети, женщины, из чьих домов вы забираете, они тоже этого никогда не забудут. Знаете это? И они будут об этом рассказывать уже своим детям. Приходили в интересах России, пришедшие к нам в дом, забравшие отсюда твоего отца, твоего брата, отправившие его воевать в Украину, сами туда не поехали. Так, Томсо, вчера забрали брата. Причина то, что он сидел в газели, читал исламскую литературу, крепость мусульманина, Мотухарш, Бержна. Я сейчас в Европе, а дома никого и нет из наших, куда мне обратиться, помоги, пожалуйста. Смотрите, дорогие братья, сестры, дорогие соотечественники. И сейчас у нас очень тяжелый момент для тех, кто проживает в республике. Мне кажется, такого пика рьяного стремления российских властей в лице кадыровцев отправить как можно больше чеченцев на убой в Украину, его еще не было. Вот сейчас они достигли своего пика. То, что сейчас происходит настолько опасно, возмутительно. Я на днях даже пришел к такой мысли, я вот вспоминал, как мой отец рассказывал во времена моего детства, часто очень рассказывал и вспоминал о высылке в Казахстане. Мой отец был из того поколения, который, будучи ребенком, был выслан. Я помню, как отец сильно нервничал, ему не нравилось, когда мы, будучи детьми, капризничали из-за еды и чего-то оказывали, что есть, нам что-то не нравилось. И отец всегда ставил пример вот этот период, тяжелый период высылки, когда дети на тот момент нашего возраста, им нечего было есть, не говоря уже, чтобы они от чего-то отказывались. Просто не было еды вообще. И от безысходности матери плакали, отцы шли на преступление, чтобы прокормить своих детей. И вот когда это поколение, пережившее высылку, об этом рассказывало, мы, будучи детьми, мы разумом понимали, что это очень тяжелый какой-то период, но мы этого не чувствовали, не могли, в принципе, чувствовать, потому что мы никогда подобное не переживали. Но это поколение, поколение наших отцов, никогда не забудет тот ужас высылки, те тяжелые годы, те испытания, которые им приходилось проходить. Они всегда будут помнить вагоны, куда их загружали. Это февральское утро 23-го, как людей очень быстро выволокли на улице и погнали огромными колоннами к поездам, чтобы выслать. То есть для них это отпечаталась, их память, они это прочувствовали. Для меня, моего поколения, мы никогда не забудем начало нулевых, когда внезапно блокировался населенный пункт или район в городе техникой российской. Просто вроде бы колонна куда-то едет, внезапно останавливается, ты понимаешь, что населенный пункт взяли в кольцо, и затем на БТРах, на Уралах заезжали в село российские федеральные войска, и затем врывались дома грязные, вонючие, мерзкие российские салаги, вооруженные пулеметами, гранатометами, автоматами, курящие, матом ругающиеся, заходили во дворы, в дома. За ними следовал отвратительный запах, как из свиной фермы, и они рыскали по дому, искали мужчин. Они спрашивали, есть мужчины в доме, когда женщины говорили, что нет мужчин, они искали, скрывали двери, подвалы, под кроватями, везде смотрели, искали мужчин на чердаках. И если находили мужчин, то этих мужчин забирали. И понятие мужчины, это начиная от лет 13-14, если парень немножко быстрее вырос, и заканчивает 65-70-летними. И для нас это четко отпечаталось в памяти, мы этого никогда не забудем. И вот представьте, проходит 25 лет почти после тех событий, и вот сегодня наш народ снова встал перед этой картиной, когда населенный пункт блокируется, вооруженные пулеметами люди приходят, стучат в дверь, очень сильно, настойчиво стучат в дверь, когда женщины открывают эту дверь, они видят перед собой только теперь не федералов, а кадыровцев, чеченцев они видят, вооруженных, и они задают им вопрос, уже на чеченском языке, мужчины есть в доме, они спрашивают, им говорят нет, они заходят и ищут. Представляете, и если находят мужчин, они их забирают, и затем отправляют их воевать в Украину. Представляете, к чему мы пришли? 20 лет всего прошло, это все, по крайней мере, начало. Я помню пропаганду, которая велась России тогда в лице Кадырова-старшего, он нам говорил, что вот эти зачистки федеральных войск, это преступления, их нужно остановить, и что я могу их остановить, только вот вы мне доверьтесь, и мы сделаем так, что зачистки прекратятся. И они действительно прекратились. Потом Кадыров-старший нам говорил, что нужно посты, блокпосты убрать, разбросанные по всей республике. На этих блокпостах также совершаются преступления, люди пропадают. И действительно, посты тоже убрали. Да, работу этих российских федеральных войск начали выполнять кадыровцы. Но тот вот этот накал, тот пик, та наглость, которая сегодня это делается, это что-то невиданное. И вот то поколение, кто сейчас застал, те, кто не застали начало нулевых, кто был тогда очень маленьким, либо родился после, но сейчас это уже взрослые ребята или девушки, они сейчас видят вас, вооруженных, приходящих в дома и ищущих мужчин. Они этого никогда не забудут. Точно так же, как мой отец и его поколение никогда не забудет тех вагонов, то утро февраля, тот путь на Казахстан, те трудности, которые приходилось там переживать. Точно так же, как мы никогда не забудем этих российских федералов, их зачистки, их вонь, их грязные, чумазые рожи. Точно так же и те, кому вы сегодня заходите и забираете, их сыновей, их мужей, братьев, забираете, отправляете их воевать в Украину, и многие из них там погибают. Вот те дети, женщины, из чьих домов вы их забираете, они тоже этого никогда не забудут. Знаете, вот этот период очень четко отпечатается в их памяти, в их головах. И они будут об этом рассказывать уже своим детям. Как приходили, вроде выросшие с ними в одном селе, в одном городе, как минимум в одной республике, вроде бы из их же народа люди, продавшиеся России, в интересах России, пришедшие к нам в дом, забравшие отсюда твоего отца, твоего брата, отправившие его воевать в Украину, сами туда не поехали, ни их дети, ни их ближайшие родственники, никто из них, сами туда не поехали воевать. Они забрали твоего отца, твоего брата, отправили в Украину, и он там погиб. Вот так будут рассказывать они своим детям об этом периоде. На самом деле, если об этом подумать, что через 20 лет мы пришли ровно к тому же, с чего это все начиналось, то это очень отвратительно. Вся вот эта сладкая ложь, которую вливали в наши уши на протяжении всего этого времени, она сейчас вся скрылась. Теперь уже нет смысла даже пытаться что-то там вуалировать, как-то красиво это все подавать. Уже и смысла нет для них. Они настолько уже откровенно начали показывать всю свою сущность, не стесняясь, не стыдясь. Если раньше они как-то пытались сделать вид, что в интересах народа они что-то делают, что вот, ну да, российские федералы, они плохие, там Ельцин еще это все начал, но вот там если хорошие, давайте мы немножко похитрим, то сейчас нет уже, уже никто не пытается нас обманывать, с нами играть. Теперь уже к нам в дома приходят и просто ищут мужчин, выволакивают, забирают их воевать в Украину. Я надеюсь, все-таки мы дождемся того момента, когда будут созданы батальоны из ближайших родственников, из детей Кадырова и его окружения, и они покажут мастер-класс, как нужно воевать в Украине, как нужно уничтожать бандеровцев, нацистов. Они ведь все-таки подготовленные ребята, все владеющие оружием, все такие мужественные, по крайней мере в Инстаграме они так выглядят, так себя позиционируют. Хотелось бы увидеть их на поле боя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!